Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вообще YouTube дословно переводится как ты труба. Труба, трубка — это сленговое обозначение телевизора, ну то есть YouTube — это сам себе телевизор. Изначально это было, конечно, не так. Ну какой телевизор? Но с появлением прямых эфиров, а тем более прямых эфиров через ОБС, да еще и, например, с использованием Blackmagic от Мини — машинки для заведения нескольких камер в компьютер — YouTube действительно стал теликом. Ну то есть по техническим возможностям среднему пользователю доступно все необходимое, чтобы сделать полноценное шоу сродни шоу Фила Донахью. Ну и собственно об этом и пойдет речь в данном курсе и пойдем мы примерно так, как развивались прямые эфиры на YouTube. То есть от простого к сложному. Остановившись на каждом уроке, то есть бросить смотреть курс, вы уже сможете запустить свой стрим на YouTube. Было бы о чем. Но если досмотрите до конца, вы сможете творить чудеса, поверьте. Поэтому сейчас расскажу, что вы потеряете, если бросите смотреть. Бросив смотреть на первом уроке, вы в любом случае сможете запустить собственный стрим на YouTube, но не узнаете, какие настройки есть у этого стрима, а также не узнаете, как запустить стрим во Вконтакте или Facebook с помощью веб-камеры. Понятно, что на этом также можно было бы остановиться, но если вы продолжите смотреть, то вам откроется OBS Studio. Поистине бомба. Бесплатная бомба, которая может все. Наложение текста, картинок, совмещение сигнала из нескольких источников как видео, так и звука, возможность монтажа в прямом эфире и многого другого. Открытие OBS, конечно же, вызовет желание бросить смотреть курсы, срочно начинать стримить, но фраза и многого другого подразумевает, что на третьем уроке вы уже не остановитесь. В четвертом уроке мы попробуем воссоздать в OBS стрим с какого-нибудь популярного и качественного канала, а в пятом наконец заведем это все в YouTube, Facebook и Вконтакте. Название платформ можно продолжать бесконечно, поскольку поняв, как настроить вещание в эти три, вы уже без проблем запуститесь на любой платформе. Все, скажет нетерпеливый, теперь я знаю все и будет недалек от истины, поскольку для запуска стрима на одну платформу этого действительно достаточно. А вот что делать, если надо запустить стрим сразу на несколько платформ, вы узнаете, посмотрев шестой урок и с него же начнется углубленное изучение OBS. Я не буду рассказывать про все тонкости, расскажу лишь про самое необходимое, то, чем пользуюсь сам. Ну и завершим наш курс мы обзором Blackmagic ATEM Mini. Вот этот урок вы уже действительно можете не смотреть, если не готовы тратить 28 тысяч на покупку самого девайса и еще неограниченного количества денег на покупку камер, микрофонов, но зато ATEM Mini это уже действительно шоу Фила Донахью с профессиональным видео и звуком и возможность умикшировать канал с четырех камер. Четырех камер в принципе достаточно, чтобы вывести в эфир концерт группы Portishead. Поэтому даже если не готовы сейчас тратиться на дорогое оборудование, хотя бы посмотрите, как это делается в принципе. Ну а начнем мы с запуска прямого эфира в YouTube и самые ленивые на этом могут остановиться. Для запуска вам нужна веб-камера. Встроенные в ноутбук камеры это не фэн-шуй, лучше все-таки купить что-то внешнее. Я использую вот эту Genius Q Cam 6000. Стоит в пределах трех с половиной тысяч, не рекламируем. Мне кажется, можно купить любую в среднем ценовом диапазоне, но мне кстати эта камера нравится. Можно ее же использовать в качестве микрофона, но в идеале конечно микрофон нужно купить дополнительно. По меньшей мере петличку и тут тоже не нужно гнаться за дорогими экземплярами. Вообще подробно по технике я буду говорить ближе к концу, так как мы движемся от простого к сложному, а на начальном этапе я вам не советую закупаться дорогим оборудованием. Начинать можно просто с веб-камеры за три с половиной тысячи. Итак, заходим в YouTube, создать трансляцию и запустить прямо сейчас. Через встроенную веб-камеру, видеокодер это тема для последующих видео, разрешить доступ к веб-камере, видео не для детей, это нужно выбрать обязательно. Речь кстати не о том, что дети не смогут смотреть эфир, возрастные ограничения ниже, а о том, что это видео не создано специально для детей. В YouTube есть разграничения, детские контенты и весь остальной. Так, ну и название трансляции и уровень доступа. Доступ по ссылке, значит увидят только те, кому вы пришлете ссылку. Ставьте всегда открытый доступ, это я просто чтобы не пугать подписчиков поставил. Вот кстати возрастные ограничения. И далее. Улыбнитесь, это не для эфира, а для превью. Превью впоследствии можно поменять. Все готово к запуску. Тут вы выбираете оборудование, если у вас несколько камер или микрофонов подключено и начать эфир. Запуск трансляции. Кстати тут бывают накладки с моментом запуска. На всякий случай сидите, улыбайтесь, потому что сам момент запуска сложно угадать. Но в целом если вы в эфире, то вы в эфире. Переставайте улыбаться и начинайте говорить. А по окончании говорения нажимаете завершить трансляцию. Имейте в виду, что вы все еще в эфире, пока не нажмете завершить вот здесь. И все. На этом эфир завершен. Казалось бы, что может быть проще? Это кстати действительно предельно просто. Ну это самый первый этап, начальный этап, которого кстати достаточно, если вы хорошо говорите и вам есть о чем сказать. Но даже на первом начальном этапе есть ряд настроек, о которых нужно знать и вы узнаете о них из следующего видео.